Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В среде районов республики тревожная ситуация в Урмарском районе. Там на утро 21 апреля 16 людям поставлен диагноз COVID-19. Четверо работники скорой помощи. Большинство пациентов госпитализированы в больнице, однако двое у кого нет симптомов лечатся дома. О том, как это происходит и о причинах большого количества заболевших с главным врачом Урмарской ЦРБ поговорила моя коллега Ольга Алексеева. Два человека находятся на самоизоляции, потому что у них протекают легкие формы, а два остальных были направлены в инфекционное отделение. Дома, который находится с диагнозом COVID-19, за ними как наблюдают? Как работа ведется? Это уже разработаны методические рекомендации, и мы согласны этим методическим рекомендациям, есть такое понятие, как аудиоконтроль. Когда по телефону мы общаемся или по видеосвязи общаемся с пациентами, у нас есть чек-лист, где измеряется клиника, смотрится температура, кашель, самочувствие. Это два раза в день. Мы записываем это в дневники, и уже идет назначение препаратов, также согласно методическим рекомендациям. И наблюдаем. Пока у них состояние, так скажем, удовлетворительное, у всех температуры нет, но наблюдаем. Как доставляют препараты, необходимые до них? Ну, во-первых, препараты, которые, препараты они закупают самостоятельно, потому что эти препараты не входят, пока не отработан механизм бесплатной доставки на амбулаторном этапе. Ну, это интерфероны, антибактериальные препараты, ну и различное питье. А самостоятельно каким образом они не могут же выходить из дома? Мы здесь выписываем рецепты, да, 107-й формы О, рецепты выписываем, и потом уже медсестры у нас доставляют им на дом. Все понятно. У нас пациенты не входят. Вот 16 человек, это для района, мне кажется, много. Почему, как вы считаете, почему именно в районе, в Урмарском много выделили? Для района это много, но я хочу сказать, это всего два очага. Первый очаг, конечно, это сотрудники, которые находились две недели в обсервации, там все-таки оттуда у нас пошли 4 человека. Второй очаг, это фикшера, которые заболели буквально в один момент, это 5 человек фикшеров плюс водитель, да. И третий очаг, это мы считаем, что нарушение режима самоизоляции и недостаточность анализов, люди все-таки выходят на работу. Это нарушение дисциплины. Какая у вас психологическая атмосфера? Насколько люди боятся, обращаются, может быть, какое состояние психологическое у людей в районе? Сейчас, если первую неделю и вторую неделю самоизоляции люди как-то не очень-то, может быть, серьезно к этому относились, то сейчас у нас участили звонки о том, что люди боятся, в проглосуточном режиме подходят и в отдельный бокс для сдачи анализов. Мы принимаем у всех, направляем в лабораторию и также рекомендуем, чтобы все люди соблюдали режим самоизоляции. В Чувашии более 73 тысяч необрабатываемых садовых участков, а это почти 5 тысяч гектаров заброшенной земли. Временно исполняющий обязанности главы региона Олег Николаев поручил органам исполнительной власти и руководителям муниципалитетов навести порядок в этой сфере. Как того требует закон о развитии садоводства и огородничества. Он был принят и на федеральном, и на региональном уровнях. Какие проблемы у садоводов сегодня? Понятно, садоводов сегодня, с одной стороны, мы понимаем, волнует проблема инфраструктурного характера, вопросы развития транспортного обеспечения, вопросы своевременного водоснабжения, подачи электричества своевременного, реализация товаров своих. Есть факты, непонятно, как его можно назвать грубо, рейдерского захвата разных участков. Таких проблем, конечно, очень много. И еще раз напомню, главой была поставлена задача в ближайшее время провести инвентаризацию всех этих некоммерческих объединений. По предварительным данным Союза садоводов России, таких объединений в Чувашской республике чуть больше, 740. Из них 98 находятся в городах. И под этими некоммерческими объединениями 143 тысячи участков. Из них всего 70 тысяч обрабатываются. По результатам проведенной инвентаризации будет определен дальнейший план работы профильного ведомства. Сегодня поздравление с днем рождения принимает митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. С владыкой встретился временно исполняющий обязанности главы республики. Владыка Варнава Владимир Кедров родился в Рязанской области. Но большая часть его жизни связана с Чувашией. В 1976 году решением Священного Синода Русской Православной Церкви он определен епископом. В 2001 был возведен в Сан-Митрополита. Олег Николаев отметил, что именно благодаря архиерею в республике были восстановлены многие православные святыни. Неоценим вклад митрополита в объединение людей вокруг традиционных ценностей и укрепление межконфессиальных отношений. Я благодарю Бога и судьбе за то, что уже много лет имею честь общаться с вами, получать ваше благословение на важные для людей богоугодные дела. И, скорее всего, от этого многое получается. Я думаю, что еще много у нас впереди задач. Всевышний нам преподавает все новые и новые испытания. Но от этого мы становимся сильнее. В 2020 году республика участвует в пилотном проекте по снижению уровня бедности. Задачи программы и ее реализация в нашем сюжете. В региональном реестре малоимущих граждан числятся более 30 тысяч семей. Задача 2024 году сократить это число вдвое. Заключение социальных контрактов с малоимущими будет проходить по четырем направлениям. Об этом доложила на еженедельном совещании министр труда и социальной защиты Чуваши Алена Елизарова. Показание помощи при трудоустройстве. В этом направлении в случае трудоустройства граждане ежемесячно получают дополнительную выплату к заработной плате в размере 10 134 рубля. По второму направлению гражданам предоставляется возможность получить дополнительное профессиональное образование либо профессиональное обучение. На этот период они получают стипендию в размере 10 134 рубля и кроме того оплачивается стоимость курса обучения. После прохождения обучения человек трудоустраивается и его работодателю выплачивается возмещение в размере 15 769 рублей. Это возмещение осуществляется в течение до 9 месяцев. Следующее направление это открытие собственного дела. Оно предполагает единовременную выплату в размере до 250 тысяч рублей при условии осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности не менее трех лет. Размер единовременной выплаты в данном случае определяется в зависимости от стоимости проекта, который гражданин планирует реализовать в рамках своего дела. Данная поддержка предоставляется гражданам на период до 12 месяцев. К 2024 году планируется заключить не менее 3800 таких социальных контрактов на общую сумму более 376 миллионов рублей. В каждом районе республики созданы межведомственные комиссии. Заявки для оказания государственной помощи пока в условиях пандемии принимаются по телефону. Это главные новости к этому часу. Следующий специальный выпуск программы «Республика» в 16.00. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова